Валерий Кузьмин Это классическая история Время стал Антиох Эпифан Добрый вечер всем! Как у вас дела? И мы проведем достаточно много времени вместе, и я хотел бы слышать от вас отзывы, чтобы мы интерактивно общались, чтобы общение наше было двухстороннее. Какие у меня вопросы? Валик, не сейчас. И когда я буду делиться с вами эти несколько вечеров, следующее, я уверен, что у вас возникнут вопросы в вашей голове. И я уверен, что некоторые из того, что я буду делиться, вы, может быть, уже знаете, что-то, может быть, еще не знаете. Если у вас возник какой-то вопрос, вы хотите его задать, запишите его, чтобы не забыть. А потом мы договоримся, в какой день мы сделаем время вопросов и ответов, и вы спокойно сможете через микрофон, как Валик сказал, задавать их и получать ответы. И поверьте, нет неправильных вопросов, чтобы их спрашивать. И это важно, то, что я говорю. То есть не чувствуете себя, о, это слишком глупый вопрос, чтобы задавать его, или там очень простой. Не бойтесь, задавайте все, что у вас есть, если вы хотите понять ответы. Моя цель на этот период времени, чтобы вы не просто приняли знания, но также, чтобы получили откровения от Духа Святого. Потому что знания, они хороши, но этого недостаточно для того, чтобы поменялись жизни людей. Когда знания ударят в твоем духе, когда знания касаются вашего Духа, тогда это превращается в откровение. И молитва моя за вас, чтобы вы были открыты к Духу Святому, чтобы Он коснулся вашего сердца, и вы получили эти откровения. И чтобы ваши духовные глаза увидели то, что Дух Святой вам хочет показать. Я начну с того, что поделюсь своим свидетельством, своей историей. Я понял, что через пастора Валентина вы услышали краткое объяснение о моей жизни. Но когда я делюсь своим свидетельством о том, как я познал Мессию, как я встретил Его, будучи воспитан в ортодоксальной еврейской семье, я думаю, что через это свидетельство вы получите вложение в свою жизнь о том, как достигать еврейский народ. Два с половиной года назад я записал свое свидетельство как книгу и издал ее. Она называется «Моя встреча в Иерусалиме». И, к сожалению, она еще не переведена на русский язык, но я очень желаю найти переводчика, чтобы ее перевели. И молитесь о том, чтобы был спонсор, который смог бы помочь проплатить перевод и чтобы она была издана на русский язык. Первый еврей, который прочитал книгу эту на английском, он посвятил свою жизнь Господу. И она продолжает служить Господу. Эта еврейка покаялась после того, как прочитала эту книгу, и она служит Господу. Она женщина, не еврейк покаялась, а еврейка покаялась. И лучший друг детства моего отца он получил копию моей книги где-то примерно восемь месяцев назад. И он внезапно прислал мне просьбу «Можешь прислать еще несколько книг для моих неверующих еврейских товарищей?» И когда я вернулся в Южную Африку, я оттуда родом, я разговаривал с ним. И я услышал о том, что этот друг детства отца, он умер внезапно во время операции. Но я уверен, что он пришел к вере в Господа через мою книгу. Тот образ, тот, как я написал эту книгу, я ее написал как еврей, который по-настоящему, как неверующий еврей искал Бога. Я описал правду о себе. Редакторы. Я послал книгу редакторам перед печатью. И один из редакторов сказал кое-что очень интересное. Ты должен послать свою книгу своему пастырю. Ты написал для евреев, которые не знают Ешуа. И люди, которые не знают Бога, должны быть способны связаться с нами. Они должны быть способны связаться с нами. Но люди, которые находятся в миру, которые неверующие, они должны иметь какую-то связь с нами, как с верующими. И в течение этих следующих нескольких дней это будет постоянно всплывающий вопрос, тема, которую я буду поднимать. Если мы хотим достигнуть погибающий мир, а обе его части евреев и неевреев, мы должны иметь какую-то взаимосвязь. Мы должны иметь какое-то отношение к миру. И эта книга была написана не для христианского читателя, она была написана для того, чтобы через нее спасались неверующие люди. И она очень искренне и честно говорит обо всем, что я переживал. как я видел Иисуса, как я представлял Бога в то время, когда я был неверующим евреем. И все мои падения, все мои грехи, как бы все это описано. Естественно, я не хвастался и не прославлял свои грехи, но я честно писал обо всем, что происходило в моей жизни. И это очень важно, потому что мир чувствует, ты говоришь с ним откровенно или неоткровенно, честно или нечестно. И эта книга не о иудаизме и еврействе. И эта книга даже не о Израиле, поймите меня правильно. Это книга о Боге Израиля. Почему Израиль важен для нас? Потому что Господь Израиля должен быть важен для нас. Есть верующие, которые очень про-израильские настроенные, и я счастлив, что есть такие. Но мы должны быть очень аккуратны и внимательны, чтобы не ставить Израиль выше, чем Бога Израилева. Если вы просто хотите, чтобы вас принимало еврейское население, если вы просто хотите быть про-израильские, и просто хотите, чтобы все евреи вернулись в землю Израиля, но исключая в этом всем донести до них весть и благую весть о спасении, тогда мы пропускаем и упускаем самую важную часть, которая называется спасение для Израиля. Поэтому все, что я делаю, I'm thinking, how is this going to be used, how can God use this to reach Jewish people and Gentiles with the gospel? That's the number one thing. Номер один того, что я делаю, чем я занимаюсь, это, чтобы я не делал, как это повлияет, как это поможет, как это поспособствует тому, чтобы евреи и неевреи спасались, как принести благую весть. Потому что еврей может жить в стране Израиля, но не посвятить свое сердце Богу Израиля. И это никак не поможет им попасть на небеса, то, что они в Израиле находятся. Есть как бы два таких лагеря противоборствующих, произраильских и против. Есть верующие, которые, даже вот это все по всей Америке, так что, есть верующие, которые очень сильно произраильски настроены, они только об Израиле и думают, а есть земля Израиля. И земля Израиля, да, она была обещана народу и еврейскому, и это правда. Но эти люди не делятся Евангелием с евреями. Они говорят, это вопрос Бога, мы просто любим евреев и все, а все остальное делает Господь. Есть другая категория верующих, другой лагерь верующих, которые просто направо и налево проповедуют каждому еврею о спасении, но при этом земля Израиля не важна, все ваше наследие не важно, все ваши обетования не важны. И нет никакого баланса. А истина в том, что обе эти части очень важны. Это не то, что одна важнее другой, это касается обоих, они обе важны, две эти части. И перед тем, как мы перейдем к моему свидетельству, я хотел бы прочитать вам интересное местописание, которое показывает то, о чем я говорю в Писании, в свете Писания. И это книга евреям, одиннадцатая глава, начиная с восьмого стиха. И здесь написано об Аврааме. И тут описывается такой момент о Аврааме, о котором я даже не слышал ранее. И мы знаем, что земля Израиля была обещана Аврааму и его наследию. И через Авраама пришел завет обрезания. И описано, что через завет он станет великим и что наследие его будет больше, чем небес на небе, звезд на небе. А теперь давайте прочитаем один аспект жизни Авраама, о котором, может быть, вы никогда не задумывались. Для того, чтобы увидеть большую картину. Итак, в verse 8 это говорит, «Бо вероя Абраам обещал, когда он был called out to the place...» Я читаю весь verse и тогда вы можете читать. «Бо вероя Абраам обещал, когда он был called out to go to the place which he would receive as an inheritance and he went out not knowing where he was going». И тогда я читаю verse 9. «Бо вероя Абраам, он был в земле of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the airs with him of the same promise. «Верою Абраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Евреям 11 глава 8-9 стих. И далее 10-й стих говорит нам «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». И здесь говорится о перспективе видения Авраама, и я затрону его. о обетованной земле, которая есть Израиль, и о его вере, то, что он на самом деле видел. И мы знаем эту историю, что да, он сделал шах веры и пошел в землю, которую даже не знал. И потом мы видим очень интересный момент в 9-м стихе. написано «Верою обитал он на земле обетованной, земля Ханаана, которая является Израилем на сегодняшний день. И здесь интересный такой момент дальше. Он жил как на чужой. на земле Израиля. Почему он живет там как в стране? Это не смысла в природе. Он достиг земли обетованной, он жил на земле Израиля, то, что Бог пообещал. Почему он на ней жил как на чужой? Это не имеет никакого смысла в естественном мире. Он отец народа Израильского, он получил обетование, он принял это обетование об этой земле Израильской. И он наконец достиг ее, он дошел в нее и жил как на чужой. Он говорит о том, что наш перевод даже более сильный в данном случае, что он как на чужой, что не на твоей, потому что в английском дословно звучит, что ты живешь как будто за границей, как будто в другой стране, не в той, которую ты шел. Она принадлежала ему, но он вел себя так, как будто она не принадлежала ему. Он жил в Шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования. И шатры, они имеют значение временного. Они символизируют временное. И здесь очень ясно мы можем видеть, что Авраам жил во временных шатрах в том месте, которое должен был называть своим домом. и вообще-то в 10-м стихе мы можем увидеть ответ на этот вопрос. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. здесь показано, что Авраам видел гораздо дальше, чем просто физическая обетованная земля Израиля. Я верю, что Авраам видел Новый Иерусалим. Потому что здесь описано, что он ожидал города, который бы строил и которого дизайнером был бы Бог. Я думаю, что Авраам видел видение города, который невозможно разрушить и который не разрушится. И это описание Нового Иерусалима, который снизойдет с небес в один день. Делает ли это землю Израиля менее важной? Нет, не делает. И это то, что мы сегодняшний день видим в христианских кругах. Они либо преуменьшают значение, либо слишком преувеличивают значение. Но земля остается очень важной. Но земля, обетованная без Бога этой земли, она не принесет того результата. Я знаю некоторых христиан, которые, можно так сказать, даже злятся на израильтян, которые отдают палестинцам сейчас какие-то территории. И они аргументируют это так. Господь им пообещал эту землю. Почему они сдаются? Почему они отдают эти территории? Это непослушание. И с одной стороны можно с ними согласиться. особенно по поводу вопроса Иерусалима. Иерусалим он должен быть неделимым. Но если мы в общем будем смотреть на Писание и видеть, что Господь разбирается с Израилем и с еврейским народом, мы можем увидеть, что когда еврейский народ, когда Божий народ ходит близко с Господом, что в эти моменты земля Израиля даже географически расширяется и меняет свои границы в большую сторону. Но я никогда не слышал ни одного учителя который бы учил об этом. Но это действительно явная картина из Писания. Это можно увидеть. Есть одно такое соединение между духовным восстановлением Израиля и географическим месторасположением, границами этой земли. в Библии. Когда израилья не отходили от Бога и не ходили в близости с Ним, вы можете увидеть это в Писании, что границы Израиля менялись в меньшую сторону, и они теряли территории. они были несколько раз, когда их полностью выселяли из их земли. И они были в Вавилонском пленении. 70 лет они провели в рабстве, и только после 70 лет у них была возможность вернуться в землю Израиля. Но во времена царя Давида и Соломона, особенно в первую часть правления царя Соломона земля Израиля очень сильно расширилась. И они контролировали тогда все территории, которые были обещаны им. И это занимало хорошую часть Ближнего Востока. И они даже одно время владели территориями, которые доходят до реки Ефрат, что на сегодняшний день является Ираком. И занимали часть Египта сегодняшнего. Но вы можете сказать, Господь им ихнюю землю обещал. И это правда. И есть условия для соблюдения этого обетования. С одной стороны, это безусловно. Они вернутся в землю свою, которая была им обетована. Но из-за того, что Господь больше даже заинтересован в духовном восстановлении Израиля, что Господь больше заинтересован в географическом положении их сердец, чем в географическом положении земли Израиля. Поэтому в некоторых моментах Он был готов чтобы они потеряли какие-то физические территории, но приобрести их сердца. Я думаю, что у нас нет осознания на самом деле, как сильно Бог любит народ Израиля и как сильно Он жаждет их спасения. В этом вопросе мы говорим о евреях, но его сердце лежит о спасении всех людей. Вы можете увидеть, как Он заботится о земле израильской и вы можете понять, как Он любит и заботится о вас. Он отдал Своего единородного сына. Вот так настолько мы ему небезразличны. и говоря это, что я думаю, что Господь позволит потерять какие-то земли, территории Израиля ради того, чтобы приобрести сердца евреев. У меня есть близкий друг, который участвовал в четырех или в пяти войнах в Израиле. И он имел такое интересное наблюдение по поводу всего этого. Чем более технологически прогрессивную технику и снаряжение Израильская армия получала, тем больше их казути были в войне. Тем больше их казути как смерти. тем больше количество солдат они теряли в войнах. Для естественного взгляда это ненормально, так не должно быть. В 1948 году, когда была война за независимость, многие не осознают, но те евреи, которые тогда сражались за независимость против арабов в 1948 году в войне за независимость, это были в основном пережившие холокост люди из Европы. И они использовали для защиты своей очень примитивное оружие, которое сохранилось со Второй мировой войны, и это было примитивно и невозможно для того, чтобы защититься и оборониться. И они защищались ружьями с перезарядкой, которая занимала много времени и со штыками на концах. И было соотношение 10-20 арабских солдат против одного еврея. Иногда даже больше, чем это количество. И евреи победили просто сверхъестественно тогда. В 1967 году война была, когда народ израильский стал против более миллиона арабов. И, наверное, самая великая победа, о которой можно только слышать, это шестидневная война, когда была. у меня есть хороший друг, которого зовут Ариэль Бардавид. Он еврейский верующий, он израильтянин. И он говорил о том, как часто в 1967 как они радовались той победе, естественно, они должны были радоваться. когда брали интервью, когда задавали им вопросы, все восхищались, и все только и говорили о великой израильской армии, какая она крутая. Но не было ни одного упоминания о том, как велик Господь Израиль, который защитил их и спас их. в 1967 году в той войне было очень мало верующих в Израиле и очень мало верующих было в израильской армии. И я спросил его, сколько мессианских евреев верующих принимало участие в шестидневной войне. И вы знаете, что Израиль маленькая страна и там можно знать абсолютно всех, как бы все друг друга знают. Он задумался на секундочку и он дал мне всего пять имен, перечислил пять людей, верующих, которые были в израильской армии. Был Хайм, Моше и еще пару человек, вот перечислил пятерых. Это были единственные верующие в израильской армии. И он говорит, ты не представляешь, какая печаль была в сердце о том, что никто не воздал славу Богу за такую сверхъестественную победу в шестидневной войне. И мой пункт и тем, моя цель и то, о чем мы будем с вами говорить в течение этих нескольких дней, это все, что касается Бога Израиля. Да, это включает в себя Его обетование, естественно, для Израиля. но что бы ни проходил Израиль, через все испытания, через все сложности, через все ловушки, даже до сегодняшнего дня, есть для этого всего финальная цель, которая называется спасение Израиля и восстановление Израиля, духовное. И каждый из вас в этой комнате, на вас рука Божья для особой цели. и у вас есть роль, которую вы должны исполнить. И есть много евреев в этом городе и в этой стране и также в России. И если вы только сможете достичь столько евреев, сколько Господь вас призвал достичь, и эти евреи смогут вернуться в Израиль уже с верой в Иешуа, вы даже не понимаете, какую сильную роль вы сыграете в исполнении Божьего пророчества о спасении и возвращении Его народа. Я надеюсь, что сейчас я смог заложить определенные основания того, о чем мы будем говорить и что Бог мне показывает. 1948 и 1948 год он очень ключевой год потому что в этот год появился Израиль как страна. Но следующие события мирового масштаба, которые произошли, следующее должно быть духовное возрождение Израиля. Да, мы увидели физическое восстановление, появилась страна Израиль. Но если мы будем честными, сейчас присутствует духовная смерть Израиля. 80 примерно процентов Израиля это просто люди, не задумывающиеся о духовной жизни. 10-20% are orthodox or very observant. И примерно 10-20% евреев, которых можно назвать orthodoxальными или которые задумываются о Всевышнем. How much time do we have left for this particular session? Время сколько? Five minutes. Five minutes, okay. Can we have five minutes of questions now if it's being taped? Is that okay? Хорошо сейчас делать пять минут вопросов и ответов если у вас есть? Есть вопросы? Do you have copy of your book? In English? Yes. I have, well, I have, I should have bought more. I only have two copies here. But you can get it online, you can download it from Amazon. And for those of you who read English, how many read English? I guess I don't speak any English. Okay. I'll get you a copy. I think you'll get you a copy. And any questions as we closing this session? Any questions as we you will share your testimony how you saw God? Yes, after this break. Good question. Good question. You know, what I'm trusting the Lord for is that you will you obviously already have a passion for God or you wouldn't be here in the first place. But I think when we see how central the salvation of Israel is to reaching the whole world, but when we see you know, how important is the idea of the salvation of Israel, which will then influence the whole church worldwide to really pray for the salvation of Israel, like they never have before. mобилизирует всю церковь по всему земному шару, для того, чтобы начать по-настоящему молиться о спасении израильского народа. I think in general the church has not grasped how crucial the salvation of the Jews is to the salvation of the world. I think they haven't made that connection yet. I believe when the church gets that revelation, I believe that when the church gets that revelation, and they realize that you cannot separate the salvation of Israel from the salvation of the world, I think we're going to see an awakening of prayer and evangelism in the church like we've never seen before concerning Israel and the Jewish people. I think we're going to see evangelization in the новом виде, которых раньше не было. For those who have not yet grasped the importance of this, for those who have not yet grasped the importance of this, and I'm sure you've experienced this, I'm sure you've experienced this, I'm sure you've experienced this, and they say, why such a disproportionate interest and obsession with such a small group of people? Интересный вот этот момент такой диспропорции, почему такой акцент на таком маленьком народе, на таком маленьком количестве людей. Физически, если смотреть глазами, то нелогично концентрироваться на таком маленьком народе по сравнению со спасением всего мира. Но это естественное мировоззрение, не концентрироваться на этом народе, но Библия учит абсолютно обратному, через спасение этого маленького повлияется спасение на весь мир. И люди в церквях, даже у которых есть еврейское служение, они считают, что оно должно быть небольшим, где-то в уголочке, развиваться себе тихонечко и никакого влияния не иметь. Но когда мы осознаем, насколько важно это служение, когда это поменяет наше служение, когда наше служение возрастет, тогда это начнет касаться других служений, и к людям придет понимание важности этого вопроса. Я не начинаю сейчас свое свидетельство, потому что у нас практически закончился урок, но я сначала хотел заложить основание, и на следующем ролике я поделюсь своим свидетельством. Для меня честь и привилегия иметь возможность делиться с вами. Субтитры создавал DimaTorzok